здравствуйте мои дорогие друзья с вами марина и мы в моем саду я хочу вам показать как у меня цветет роза шатрос депарм и вот здесь у нас дожди идут ну практически сутки душу вчера так принимался останавливался вечером как пошел и вот вот сейчас передышка не знаю надолго ли вот так цветет роза жасмина очень красиво и в пару клематис только начинает гроздь распускаться и вот тоже такая большая грусть видите пахнет она яблоком зеленым яблоком вот посмотрите как смотрится стена кто смотрел видео где мы устанавливаясь здесь толпы и опоры весной вот сейчас вы можете увидеть как смотрится когда все заросло клематисом розами такая красота там меня уже гортензия цветет ну вот мы еще здесь не брались доделывать сад здесь у меня будет еще расти две гортензии в этом месте и теневые растения между ними но пока так потихонечку будет сделано здесь вот белая роза цветет гроздьями красная только набирает много много новых бутонов но вот есть отдельные букетики все мокро низко пришла и со совершенно не боится воды она вчера помогала мне мыть террасу и было мокрою просто до ушей а потом пошла в песок и была грязная мне пришлось ее купать и так слегка смыла с нее песок вот и сейчас конечно на ходят здесь и по лужам хлюпает шлепает в общем не боится от пора снять кабачок я их не очень использую поэтому с трех кустов у меня просто некуда девать кабачки видите вот на столе лежат набирает цвет брокколи вот она какая хорошенькая смотрите здесь и вот тут тоже вот она такие такие хорошенькие цветочки вилочки там цветная ну вроде пока еще нет я не ходил сейчас не пойду потому что мокро очень кабачок сырун через минут несколько минут бархатца цветут я рада что посадила нынче в эти цветники только бархатца единственное что меня вот эти подвели они оказались выше ростом чем я ну хотела пересорт видимо видите как здесь тоже на коробочке было написано до 30 сантиметров где же до 30 когда до 60 идем я хочу вам помидоры свои показатели там попросили в комментариях на и сама собиралась пойдемте помните как я сажала их лежа рассада была хилая довольно таки вот у меня там они завалились так что я и даже трогать не стала так и лежат кладоспоросы кладоспорос ленинга правильно у меня здесь цветет махровым цветом но в принципе особо не вредит ничего страшного и вот посмотрите сколько у меня надо снимать сегодня сниму уже спелые томаты вот они вот огромные такие большие смотрите большие висят прям грозди вот какие вот еще один ярус там поспели вот какой же у меня сорт то здесь медовый это медовый вкусный очень вот такая красота вот и там дальше тоже вот они вон они надо снимать я люблю поспевшие конечно на ветках вот эту принесла уже ящик буду снимать сюда аккуратно складывать здесь вот маленькие у меня уже поспевают такие полосатики славные так не вижу бирочки не могу сейчас не буду искать не могу сейчас сказать какой сорт буду снимать их в баночке вот это у меня здесь золотой кенигсберг очень люблю вот он начал поспевать будем есть тут тоже вон спелые висят эти как а прямо гроздью висят там тоже завалились но я уже говорю не трогаю завалились завалились как вот лежат так и поспевают все вот уже малахитовая шкатулка это зрелый плод тоже мне кажется немножко уже и и перезрелый даже не должен быть таким прямо совсем оливковым но ничего страшно ничего там золотое сердце оранжевый тоже очень вкусный сладкий томат сейчас я сниму и я думаю что у меня будет прямо вот хотя бы в один слой но будет полный ящик вот такие красивые смотрите висят вот они автоматики розовые буду варить томат консервировать кусочками потому что ну как такие большие куда их а на салаты но съели мы два вот таких помидоров день а то и один у меня был килограммовые 970 грамм помидор так много два дня ели ну вот буду сейчас снимать вот такие буры не буду трогать пусть поспевают на ветке не хочу пусть поспевают подвязкой кистей как вы видите я не занималась он их обрывает и по и что и упасть может ну ничего не трогаю вот сейчас знаете вот совершенно как-то отстала я нынче от помидоров и чем меньше их трогаю тем больше урожай нам на две семьи хватит вполне листья еще обрежу вот эти особенно больные вот ну фитофторы нет слава богу не вижу фитофтору и дай бог и не будет так там тоже вы видите вот завалились тоже спелы туда даже на улицу все сейчас буду снимать вот показала вот эти маленькие сейчас буду делать этот сниму будут буду делать ассорти с маленькими огурчиками вот такие хорошенькие там где-то у меня красный есть чуть покрупнее легенда тарасенко по моему ты их тоже туда положил вот такая красота ну вот показала все гекки нигсберга жду очень люблю очень вкусные ну пусть успеет конечно на ветке потом сниму и будем есть вот все всего вам хорошего а какой у вас урожай и расскажите там в комментариях те кто получал мои семена как у вас с урожаем как у вас томатами надеюсь что у вас все получилось и вы сейчас уже наслаждаетесь этой вкуснятиной а пока пока приходите еще с вами была марина